Годами автомобилисты жаловались на непригодное состояние этого сооружения. Ездить по нему было практически невозможно, буквально яма на яме. Мост называют старым не просто так, сооружению более сотни лет, практически местная достопримечательность. Поэтому стояла задача его не только отремонтировать, но и максимально сохранить первоначальный вид. Принципиально габаритные его характеристики останутся на том же уровне, на котором и были ранее. Конечно, здесь будет новое асфальтобетонное покрытие, будет новое перильное ограждение, что позволит более безопасно передвигаться пешеходам по данному сооружению. Ну и, конечно, будет более комфортный проезд для легкового транспорта. Мост протяженностью около 1300 метров начали обновлять в январе этого года. Сейчас ремонтные работы, можно сказать, на середине пути. Полностью заменили элементы проезжей части, привели в порядок опоры. Сейчас меняют балки пролетных строений на эстакадах. Они станут основой проезжей части. Следующий этап – укладка дорожного покрытия и установка освещения. Работы производятся у нас строго по графику. Ведутся на трех участках. Грубо говоря, разделены на три участка. Это левобережная эстакада, совмещенная часть моста и правобережная эстакада. Работы по монтажу балок производятся на левобережной эстакаде. Смонтировано порядка 70%. Сейчас в городе только один действующий мостовой переход, поэтому автомобилисты с нетерпением ждут открытия. После капитального обновления переправа должна прослужить не меньше полувека, обещает подрядчик. А первые автомобилисты должны проехать по новому старому мосту уже в ноябре следующего года. Елена Кузовкина, Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.